Здравствуйте! Вы смотрите новости в студии Раслана Калашникова и коротко о его главных темах. Обеспечить безопасный, а главное комфортный проезд. Вместо грунтовой дороги главную островную артерию, федеральную трассу от Южно-Сахалинска до Ахи заменила новая асфальтированная дорога. Какие работы были проделаны, расскажу я, Екатерина Кулинченко. Искусственный интеллект завоевывает все больше человеческих сердец. И Сахалинская область считается одним из лидеров по его внедрению. Только что началась конференция, рассчитанная на молодежь, чтобы рассказать подрастающему поколению, что такое искусственный интеллект. И об этом вы узнаете уже через несколько минут. Жилой комплекс «Горизонт» теперь под особой охраной. Ключи служебных квартир здесь получили сразу несколько семей сотрудников полиции. Все подробности расскажу я, Алина Достаева. Историческое событие в жизни региона. Автотрасса, соединяющая Южно-Сахалинск и Ноглики, теперь полностью заасфальтирована. Строители уложили почти 60 километров твердого полотна. Качество новой трассы оценила наша съемочная группа. Владимир Казимирский – водитель с многолетним стажем. Рассказывает, что для любого шофера поездка до Ноглик на авто – словно кошмарный сон, наяву. Проломы, выбоенные ямы и опасные колеи, размытые дождями. После каждого рейса ему приходится сразу же заниматься ремонтом автомобиля. Сахалинец не может поверить, что ситуация изменилась. Дорога от областного центра до Ноглик теперь полностью в асфальте. Намного удобнее, намного. И техника сохраняется, не так бьется и не так скользко. Асфальт постоянно чистим, чтобы и разметку было видно для водителей. Это очень хорошо. Укладка твердого полотна на трассе Южно-Сахалинска-ХА началась еще в 2021 году, когда дорогу по инициативе губернатора передали в федеральную собственность. Теперь каждый год выделяется стабильное финансирование на проведение необходимых работ, ремонт и текущее содержание. В этом году заасфальтировали более 58 километров в Смирнуховском, Тымовском и Ногликском районах. На сегодняшний день практически вся дорога от Южно-Сахалинска до Ноглик, она без грунтовых разрывов. В этом году мы провели колоссальный объем работ. Мы ликвидировали два последних грунтовых взрывов, которые оставались у нас между Тымовском и Ногликами. На строительной площадке задействовали более 200 единиц тяжелой техники. Ежедневно здесь трудились около 400 человек. Важно было завершить все работы до окончания строительного сезона. Чтобы улучшить прочность дорожного покрытия и продлить срок его службы, на всех объектах провели стабилизацию грунта с использованием специальной машины – ресайклера. Технология заключается в следующем. Мы распределяем щебеночную песчаную смесь, потом добавляем битум, битумную эмульсию и цемент. Все это дело перемешивается специальной машиной – ресайклером и далее уплотняется. Ход работ на автотрассе Южно-Сахалинск-Ахан находится под особым контролем губернатора региона. Уже сейчас жители области по достоинству оценили качество полотна. В первую очередь это и безопасность. Это очень важно для нас. Жители района, знаю очень, с трепетом относились к этому событию, долго ждали этого значимого для нас события. В предстоящем году работы по устранению грунтовых разрывов продолжат на участке от Ноглик до Ахи. Это станет еще одним важным историческим событием в жизни региона. Екатерина Кулинченко, Дмитрий Протасов, телекомпания ОТВ. Тем временем капитальный ремонт проспекта Победы в Южно-Сахалинске на участке от улицы Ленина до Железнодорожной вышел на финишную прямую. С плановой проверкой объект посетил губернатор Сахалинской области Валерий Лемаренко. В принципе, работа подходит к концу. Как видите, у нас самый сложный момент здесь был и остается. Да, это вот этот прокол под железной дорогой и под ливневую канализацию. То есть вот эту трубу всю протаскивали под железной дорогой? Ну да. Причем оказалось, что там, видимо, еще со времен доисторических, там вот с слоями кабели, там какие-то конструкции. Причем, ну я извиняюсь, что железнодороги это не зафиксировано в документах было. И они тут, конечно, героическим способом. Для нас это вот такой опыт уникальный. Ну, одним словом, восстановим, сделаем. Это будет совершенно новое все. Это позволит уходить ливневым водом в момент дождя и, соответственно, будет внешнее благоустройство. Добавлю, ремонт выполняют в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Для движения трассу откроют в конце ноября. В Южно-Сахалинске ключи от служебных квартир получили сотрудники полиции. В семьях этот день стал по-настоящему праздничным. Ведь некоторым новоселам раньше приходилось добираться до работы из других районов. Или ежемесячно отдавать круглую сумму за аренду жилья в Южно-Сахалинске. Алина Достаева продолжит. Всем желаю жить хорошо и счастливо, тепло и чтобы этот район был самый безопасный. В семье Судуевых оба родителя – сотрудники полиции. И так совпало, что даже должности одинаковые – участковые. Молодые люди приехали на Сахалин с Алтая. Своего жилья у пары здесь не было. Приходилось снимать, и это сильно било по семейному бюджету. Теперь супругов ждут приятные хлопоты по обустройству новой квартиры. Переезд запланировали на следующий месяц. Район, где нет городской суеты, своя школа и детские сады. Такие условия особенно по душе для пары с ребенком. Ежемесячно приходилось платить большую сумму, то есть в районе 50 тысяч. Сейчас получение данного служебного жилья, денежные средства данные, которые мы отдавали за съем квартиры, останутся у нас семьи. Как шутят новоселы, это будет самый безопасный жилой комплекс в городе. Ведь вместе с Судуевыми ключи от служебных квартир получили еще 18 семей сотрудников островной полиции. Все они станут соседями. На торжественной церемонии сотрудников поздравил первый заместитель губернатора Сахалинской области Сергей Байдаков. Служебное жилье приобретено за счет средств МВД России. В поиске подходящего варианта посодействовали региональные власти и администрация Южно-Сахалинска. Сейчас идет активная фаза заселения как раз этого микрорайона. Здесь и администрация города заинтересована в этом, и потечное агентство. Потому что чем быстрее будут квартиры переданы по заселению, тем, конечно, быстрее эти квартиры, тем будет проще, легче эксплуатировать, ну и быстрее будет развиваться этот микрорайон. Недвижимость в этом районе также приобретает администрация города для переселения людей из аварийного жилья и предоставления арендных квартир работникам бюджетных учреждений. Также ключи от новых квартир выдают в Новоалександровске и в центре города. Доступное жилье – одно из приоритетных направлений работы областных властей. Алина Достаева, Юрий Кантомиров, телекомпания ОТВ. 24 семьи в селе Яблочное Хомского района стали обладателями новых квартир. Жилье сельчане получили по программе переселения из аварийного фонда. Свои квадратные метры сахалинцы приняли от подрядчика с отделкой под ключ. Новоселам останется только обставить квартиры мебелью. Дом подрядчик построил качественный, с людьми мы с вами встречаемся, разговариваем. Люди рады, люди переезжают с домов с печным отоплением со старых 50-х годов постройки. У людей сегодня праздник. И вот мы за 50 лет первый раз получили квартиру. Очень впечатление, конечно, пока еще, знаете, как не можем еще, пока вот ходим. Ну, хорошо, очень. И тепло, и светло, и хороший ремонт. Новостройка оборудована подъемным устройством и пандусом для маломобильных жильцов. Кроме того, подрядчик обустроил и детскую спортивную площадку. Напомню, по поручению главы региона Валерия Лимаренко на островах ускорили темпы жилищного строительства. Сахалинская область получила федеральную поддержку, чтобы в сжатые сроки полностью закрыть вопрос аварийного жилья. Около трех тысяч человек в Сахалинской области ежедневно обращаются за помощью к медикам с симптомами ОРВИ. Чаще всего болеют дети в возрасте до 7 лет. Еще больше пациентов занимаются самолечением и прописывают сами себе антибиотики, которые, к слову, не должны продавать в аптеке без рецепта и неэффективны в борьбе с вирусами. О вреде самолечения антибиотиками мы поговорили с заведующим отделением неотложной помощи Центральной поликлиники Южно-Сахалинска Александром Поножовым. Александр Александрович, здравствуйте. Рада приветствовать у нас в студии. Расскажите, что такое антимикробная резистентность и почему проблема за такой короткий срок приобрела масштабы катастрофы? Здравствуйте. Антибиотико-резистентность – это устойчивость микроорганизмов к данному определенному виду антибиотика. Зачастую частое применение, бесконтрольное применение, неправильно подобранная дозировка, кратность приема, продолжительность приема и частота, кратность приема, вызывает устойчивость микроорганизмов, так называемую мутацию данных видов штаммов микроорганизмов, к определенному виду антибиотико-резистентность. Несмотря на большой арсенал наших антимикробных препаратов, зачастую к самым простейшим эпицелинового ряда антибиотико-резистентность, что потом вызывает трудности при назначении и лечении пациентов, если он долго продолжительно болеет. Угу. Поняла. Вот часто можно увидеть, как пациенты начинают лечить симптомы ОРВИ антибиотиками, хотя неоднократно специалисты рассказывают о том, что не стоит этого делать, и такие препараты-антибиотики неэффективны в борьбе с вирусами. Напомните, пожалуйста, еще раз, почему не стоит тратить деньги впустую? Действительно, до ковида многие пациенты уже до приезда врача несколько дней самостоятельно себе прописывали антибиотики. Несмотря на то, что, будем так говорить, меры для того, чтобы люди покупали по рецепту врача антибактериальный препарат, уже были созданы до ковида. Однако, все равно люди продолжали это делать с целью того, что, ну, считали, что я лучше знаю, чем доктор, чем мне лечиться и что мне принимать. Однако, ковид нам показал, что действительно люди сами стали понимать, что вирусная инфекция не лечится антибактериальными препаратами, и они назначаются только при присоединении вторичной бактериальной инфекции. Назначение антибиотиков, а также целесообразность их назначения определяет все-таки врач. По клинической картине раз, по клиническим анализам два. И, соответственно, врач назначает, какой антибиотик, в какой дозировке, сколько времени будет принимать пациент. А также будет контролировать эффективность данного применения препарата. Поэтому пациентам стоит прислушаться к мнению врача и все-таки делать выбор в пользу того, чтобы бесконтрольно не принимать антибиотики. Так как у нас, несмотря на широкий арсенал, может оказаться, что не будет ни одного антибиотика, который ему поможет. А вот чем грозит само лечение и бесконтрольное применение препаратов-антибиотиков? И могут ли в аптеке отпустить препарат без рецепта? Сейчас таких случаев, наверное, единицы. Возможно, даже, можно сказать, что и нет. В аптеках стараются отпускать, естественно, только по рецепту. Даже делают в некоторых случаях отметку, чтобы пациент не приходил повторно. Так как срок действия рецепта 60 дней, соответственно, чтобы не было повторного прихода пациента за повторной дозой антибиотика. Далее, если бесконтрольно принимать, часто принимать, делать это по своему усмотрению, это может привести к тому, что, во-первых, в дороговизне антибиотика, который будет назначен в следующий раз. Далее, это стационарное лечение, как следствие, это сепсис и смерть пациента. Поэтому к этому нужно относиться очень серьезно. Да, действительно, здесь важно подойти с умом к лечению. А вот как быстро может развиться резистентность к антибиотикам и какую угрозу она представляет для человека? Как быстро сказать сложно. Все зависит от того, как часто пациент принимает тот или иной вид антибактериального препарата. Если говорить простым языком, он вместо хлеба принимает амоксицелин, то, соответственно, амоксицелином действовать уже давно перестал и не помогает ему вовсе. То есть, зарабатывается иммунитет у организма уже и к этому виду антибиотика, да? Не иммунитет, иммунная система немножко у нас иначе работает, а именно штаммы мутируют и привыкают. То есть, антибиотик в данном случае будет являться их пищей. То есть, им, наоборот, нужно будет питаться антибиотиками, чтобы просто жить. Да, в этом как раз-таки вся особенность так называемой резистентности. Поэтому у нас появились МРЦАИ устойчивые антибиотики и так далее. Их очень много разных классов антибиотиков и отличающихся также по группам. Александр Александрович, благодарю Вас за беседу. Всего Вам доброго и до новых встреч. До свидания. Это еще не все новости. Смотрите далее в выпуске. Смена руководящего состава в партии власти. В Южно-Сахалинске состоялась отчетная конференция «Единой России». С какими итогами завершают год, выяснял я Яков Морозов. И об этом расскажу Вам через несколько минут. Областная спортивная школа «Кристалл» зовет юных островитян на бесплатные тренировки. Сейчас в учреждении идет набор сразу на три отделения. Хоккей, бокс, спортивную гимнастику. Записаться в секции можно на сайте спортшколы или Минспорта. О самых сильных и выносливых смотрите наш репортаж. Министерство социальной защиты Сахалинской области. Новые правила получения субсидий на покупку угля. Деньги на приобретение угля теперь можно получить авансом. Для этого необходимо позвонить на горячую линию регионального министерства ЖКХ по телефону 8 800 300 200 или с мобильного звездочка 0065. Сообщить оператору свои персональные данные, объем топлива и удобный день для доставки. Открыть собственный социальный счет на сайте Центра социальной поддержки или через сайт Министерства социальной защиты. После этого необходимо подать заявление для авансирования в Центр социальной поддержки Сахалинской области. В течение 7 рабочих дней деньги поступят на ваш социальный счет, которые спишутся в момент покупки угля. Цифровая платформа msp.rf – это более 20 полезных сервисов для предпринимателей и предприятий. Узнайте о региональных федеральных мерах поддержки, пройдите бесплатное обучение, подберите земельный участок, оформите заявку на льготный заем, станьте поставщиком ритейлеров и производителей. Подробнее на msp.rf На фоне социальной неустроенности и материального неблагополучия в обществе активизируются радикальные группировки экстремистской направленности, пропагандирующие идеи национальной, расовой и религиозной нетерпимости. Они навязывают идеи экстремизма, используют представителей молодежи для реализации своих преступных самыслов. Это может выражаться в призывах к участию в осуществлении насилия, массовых беспорядках, акциях по нарушению общественного порядка. Не дай манипулировать собой, не подвергай опасности себя и своих близких. Знай, что за преступление экстремистской направленности предусмотрена административная и уголовная ответственность. Сортировать отходы в домашних условиях легко и просто. Для этого потребуются два ведра. В одном будут скапливаться пищевые отходы, в другом пластик, металл, стекло. Чистое сухое вторсырье не имеет неприятного запаха, поэтому может храниться долго. После чего отсортированные отходы можно будет отнести в бак сетку во дворе. Самое главное – подготовить вторсырье к сдаче. К примеру, бутылку из-под растительного масла или бытовой химии перед утилизацией необходимо тщательно промыть моющим средством и высушить. Вид – Сахалинский таймень. Район обитания включает бассейны северной части Японского моря и южной части Охотского моря. На нерест заходит в реки Сахалина, Кунашира и Итурупа. Численность производителей – около 10 тысяч экземпляров. Молоди – 500 тысяч. Сахалинский таймень охраняется повсеместно. Разработана и применяется технология искусственного воспроизводства. Численность таймень заметно сокращается из-за чрезмерного вылова. Особенно значителен ущерб популяции от применения ставных и плавных сетей. За незаконную добычу и уничтожение краснокнижных видов предусмотрена уголовная ответственность. В Южно-Сахалинске завершился процесс перевода пациентов из поликлиники номер один в центральную. Чуть больше одной недели занял процесс перехода из старейшего медицинского учреждения региона в более современные условия. Поликлиника номер один была открыта в 1945 году. В настоящее время ее ресурсы полностью исчерпаны. Здание призвано аварийным. Подробнее об этом процессе рассказали представители регионального министерства здравоохранения. В двух корпусах центральной поликлиники уже полностью рассредоточены участки бывшей поликлиники номер один. Все необходимые условия для приема граждан созданы и в консультативно-диагностическом центре. Часть его сотрудников перешли в новое здание, где находится клиника Медскан. Где у нас будет располагаться филиал Тихоокеанского государственного медицинского института? В старом помещении мы планируем открыть хирургический блок, где наши жители будут получать высокотехнологичные медицинские операции. Мы думаем, что этот процесс у нас закончится где-то к середине следующего года, когда мы полностью приведем в соответствие современным требованиям, которые у нас существуют. У нас должен полностью идти наш лист ожидания по доступности медицинской помощи. Как это произошло? Но помимо того, что мы используем все наши учреждения, мы подключили ряд частников. При возникновении вопросов по работе участков граждане могут обратиться на линию 1-300. Судьба здания поликлиники будет решаться совместно с жителями. В планах создать новое городское пространство. В каких отраслях на Сахалине применяют искусственный интеллект и как его дальше развивать? В Сахалинском государственном университете проходит конференция, посвященная внедрению нейросети в жизнь островитян. Сейчас она применяется в основном в медицине, госслужбе и в системе ЖКХ. Например, отслеживает стаи безнадзорных животных. Евгений Коньков узнал, где еще собираются применить искусственный разум. Конференция «Путешествие в мир искусственного интеллекта» – самое масштабное мероприятие в России по развитию этой компьютерной науки. Она вовлекает молодежь в мир нейросети, которая все больше охватывает нашу жизнь. Например, искусственный разум широко применяется в медицине. Это скрининг и более глубокий анализ симптомов после изучения рентгеновских или КТ-снимков. Активно нейросеть используется в гражданской службе. Например, при переписке чиновников с гражданами. Искусственный интеллект может помогать готовить предварительный проект ответа. То есть понятно, что сутевую часть определяет в любом случае человек. Но вот это все «здравствуйте», «на ваше письмо такое-то» и так далее, и так далее, отвечаем. Вот это все «вступление», «заключение» и так далее может делать искусственный интеллект. В этом смысле освобождается большое количество работы. Соответственно, человек может эффективнее работать и больше работы сделать за единицу времени. Разработками в сфере искусственного разума занимаются финансовые учреждения и Сахалинский госуниверситет. Как рассказал ректор САХГУ Александр Самордак, в этом году создали исследовательский центр, в котором нейросеть будет проводить аналитическую работу в сфере добычи углеводородов. Молодежь, студенты вузов и техникумов лучше понимают новые технологии. Именно они и являются целевой аудиторией конференции. Многие из них уже сталкивались с нейросетью в быту. Можно заметить на умных светофорах, которые регулируют движение в основном при заторностях. Поэтому, думаю, это очень важно у нас, и оно потихоньку развивается. Организатор конференции – Банк Сбер. Учреждение успешно внедряет искусственный разум у себя и проводит обучение всех желающих. Мы в этом году открыли школу 21. Это та школа, которая позволяет всем желающим, независимо от их образования, от сферы деятельности, получить непосредственные данные обучения в части искусственного интеллекта. В декабре в Москве пройдет итоговая конференция, куда приедут самые активные студенты, в том числе из островного региона. Евгений Коньков, Константин Киндюк, телекомпания ОТВ. Эффективное управление регионом и авиационный кластер. Эффективность в образовании и социальной сфере. В областном центре продолжается форум «Бережливые технологии». На площадках участники изучают лучшие практики островного региона. Заботиться о людях, ухаживать за людьми, за семьями воинов, за бедными людьми, за людьми, которые занимаются образовательными программами, социальными программами и прочее, прочее, прочее. Коммуналка. Все это зона нашего фронта. У вас много полезных практик. Мы их все берем. Ваши практики мы распространяем и в рамках проекта «Эффективный регион», и в рамках наших клубных сообществ. Что ассоциации вузов, что лиги бережливых колледжей, что сообщество директоров бережливых школ и детских садов. В Сахалинской области проекты бережливого производства внедряются более чем на 60 предприятиях, а на базе госуниверситета создана школа управления регионом. Губернатор Валерий Лимаренко и еще пять делегатов отправятся на Всероссийский съезд «Единой России» в Москву. Такое решение приняли делегаты областной конференции в Южно-Сахалинске. Она собрала больше ста партийцев со всего острова. Участники мероприятия подвели итоги уходящего года. Отчетно-выборная конференция Сахалинского регионального отделения «Единой России» начинает со ступительного слова главы региона Валерия Лимаренко. Какая наша стратегия? Сейчас, наверное, думаете, сейчас умеренность берет самина, буду три дня думать, и потом какая-то военная тайна появится. Давайте скажу так, ответ, как говорится в нашей команде, дается с самого начала. Любить, уважать людей. Губернатор отметил, что 2024 год был непростым. Специальная военная операция и санкции со стороны недружественных стран не повлияли на поддержку на выборах президента страны Владимира Путина. А в сентябре региональная команда показала рекордные результаты в ходе выборов губернатора. Участники конференции подвели промежуточные итоги и переизбрали руководящий партийный состав в регионе. На ней мы традиционно ратируем минимум 10% партийцев, которые входят в состав регионального политического совета. Это непосредственно орган, который принимает решения. И каждый член этого политсовета, а их всего 50 человек, является делегатом по должности. Голосование и выбор президиума регионального политического совета. В составе 15 человек. Два новых партийца вошли в их число. Партия – это структура гибкая, что каждый человек по заслугам может занять соответствующее место, проявить себя на благо сахалинцев и курильчан. Партийцы выбрали делегатов и на предстоящий федеральный съезд. Он состоится в Москве. Всего пять человек. Один из них – секретарь регионального совета первичек Антон Вдовин. Значимость данного совета заключается в том, что каждый секретарь первичного отделения будет услышан и своевременно будет оказана помощь в реализации партийных инициатив, направленных на укрепление и развитие Сахалинской области. 2024 год в «Единой России» объявлен годом первичных отделений по предложению председателя партии Дмитрия Медведева. Оно было озвучено на 21-м съезде партии в декабре 2023 года. Яков Морозов, Юрий Рыжов, телекомпания ОТВ. На Сахалине увеличилось количество бюджетных мест в детских спортивных секциях. В областном центре сейчас, к примеру, идет набор юных островитян в спортивной школе «Кристалл». Игорь Антипов узнал, чем предлагают заниматься детям. Занятия хоккеем помогают им победить в себе лень, выработать характер, стать целеустремленными и научиться работать в команде. Так что добро пожаловать в ряды хоккеистов с 2016 по 2020 годы рождения. Всем тонкостям вас обучит опытный наставник Александр Скворцов. Это его ученики постоянно выходят в победители как на региональных, так и международных турнирах. Свой путь он начинал с хоккейного клуба «Торпеда» усть-Каменогорска. Был участником чемпионата мира среди юниоров. Эй, вы исключите вот эти вот зацепы, это две минуты. Чуть-чуть подбил, ногами работаешь, ногами. Не надо ничего от родителя совершенно, просто приведите вовремя, переоденем его, поможем. Тренеры всегда помогут, форму выдадут, занимается, нравится парню. И все остается в нашей обойме. В хоккей играют и настоящие девчонки. По стопам своего отца пошла София Выборнова. На позиции нападающего она четвертый сезон. Соня, давай пожестче с ним, что ты смотришь на него? Не цепляй! Тренировки идут 6 раз в неделю, я так и прихожу. А на тренировках, ну, я все то же самое делаю. И бокс зовут бесплатно освоить, начиная с 8 лет. Сначала в игровой форме, а где-то через год лапы для отработки ударов поддержит кандидат в мастера спорта Александр Якушев. Ручку. Два левых. Хорошо, клоны, на боковой выходим. Желательно, чтобы ребенок, конечно же, был физически развит, хотя бы умел отжиматься. В идеале, конечно же, подтягиваться хотя бы раз в пять. Больше всего мне нравится, как бы, как хитрый бокс, когда пытаешься показать, например, бьешь живот, а на самом деле в голову бьешь. И в зале спортгимнастики, несмотря на дефицит площадей, на разных снарядах кипит работа. Помещение нужно большое в гимнастике, потому что очень много подводящих упражнений для выполнения сложных уже элементов. Поэтому нужны обязательно и ямы, и вспомогательные все эти предметы. Заявки в электронной форме ждут на сайте спортшколы и Минспорта. Бюджетных мест хватит всем. Игорь Антипов, Алексей Исаев, телекомпания ОТВ. А я напоминаю, что эти и другие новости вы можете посмотреть на YouTube-канале ОТВ «Сахалин», а также на сайте информационного агентства «Сахонлайн» и в социальных сетях. Я же с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи в эфире. Я Денис Маслов. Я являюсь мастером спорта России по бодибилдингу. Я привык всегда и во всем добиваться только высоких результатов. Впереди у меня новые цели и покорение еще более высоких вершин. И для их достижения я всегда должен быть в отличной форме и вести здоровый образ жизни. И мне не по пути с теми, кто готов нарушить закон из-за минутной слабости. Не ставьте крест на своем будущем. Подумайте о своей безопасности, безопасности окружающих. Скажи «нет» алкоголю за рулем. Ты можешь стать кем угодно. Спорт, бизнес, семья, путешествия. Добро пожаловать в мир, где ты являешься автором любой истории. Нет границ на пути саморазвития. Ставишь цель и добиваешься. Не дай соблазнам все перечеркнуть. Один укол или затяжка и всему конец. Дальше лишь тьма, одиночество и смерть. Наркотики или жизнь? Победа или поражение? Решай. Это руки Димы Белова. Они думают, что уже через месяц могут управлять сложным цифровым станком. И правильно думают, потому что Дима – выпускник профессионалитета. Мы научим думать своими руками. Выбирайте колледжное проф.рф. Ведущие работодатели уже ждут наших выпускников. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Региональное агентство по труду и занятости населения Сахалинской области напоминает. Неоформленные трудовые отношения – большой риск для работника. Если вам предлагают работать неофициально, обещая зарплату в конверте, не верьте, вы лишитесь отпуска, больничного и других гарантий по Трудовому кодексу. С первого дня трудоустройства необходимо требовать заключения трудового договора. В нем обязательно должна быть указана сумма заработной платы не ниже установленного минимума. В случае отказа работодателя следует обращаться в профсоюзы, Государственную инспекцию труда Сахалинской области, прокуратуру. Помните, работаешь официально, работаешь безопасно. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин